Космонавт в шоуруме Казанского Федерального Университета. Для меня космос — это вещь совершенно заурядная. Я работаю в госкорпорации. Моя профессия, как любая другая профессия, это делать то, что тебе положено. На что ты учился? Я отучился на то, чтобы быть космонавтом и работать. В Казанском центре «Эрмитаж» открылась выставка, посвященная Александру Македонскому. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Арина Мухаммедшина. В Казанском Федеральном Университете открыт прием заявок на ежегодный конкурс «Лучшая академическая группа». Он посвящен году педагога и наставника в России и году национальных культур и традиций в Республике Татарстан. Заявки на конкурс принимаются до 17 марта по адресу на экране. В средствах массовой информации вспыхнула новость о новой субкультуре ЧВК «Редан». Ее представители носят черную одежду с принтами пауков и клетчатые штаны. И предположительно устраивают массовые драки. Так ли это на самом деле узнавала наш корреспондент? Россияне узнали о новой молодежной субкультуре. Подростки называют себя последователями ЧВК «Редан». Полицейские рейды на ее представители прошли в торговых центрах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани. И это только малая часть городов. Первые задержания начались 24 февраля в Московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк». Поводом стала массовая драка, которую подростки устроили 19 февраля. Региональное управление Следственного комитета тогда завело уголовное дело о хулиганстве. Преимущественно участвовали длинноволосые юноши, одетые в клетчатые брюки и кофты с изображением пауков. Приверженность определенной субкультуры специалисты связывают с недостаточной занятостью подростков. Подросткам лучше посещать какие-то кружки. Не так, что я со школы пришел и все, я сам себе предоставлен. У них много свободного времени. Понятно, в этом возрасте мы намного сильнее устаем на самом деле, да, потому что у нас половое созревание, у нас все процессы формируются только. И мы устаем. Но это не значит, что я после школы прихожу и я ничем не занимаюсь. Вот поспать. Родителям на работе целыми днями. Они меня не проконтролируют. Если с источником возникновения пристрастия к чему-то определенному все более-менее ясно, то с ярко выраженной агрессивной реакцией на малейшие изменения нет. Одним из самых напряженных периодов является переходный возраст. Важный отрезок жизни с 10 до 16 лет. Глобальная перестройка организма не проходит бесследно. Подросток переживает сильнейший стресс. Эмоционально нестабилен, очень чувствительен и уязвим. Именно поэтому он остро реагирует на все и пытается инстинктивно защищаться, что нередко принимает разрушительные формы подростковой агрессии. Этим термином психологи обозначают деструктивное поведение, которое противоречит нормам и правилам, существующим в социуме. Оно может быть направлено как наружу, во внешний мир, так и внутрь, на самого себя. Почему вообще подростки входят в субкультуры? Меня в классе не принимают, в школе не принимают, с родителями вообще ужасная катавасия. Нет поддержки, нет доверительных отношений. А я кто? Субкультура — это не хорошо, не плохо. Если человек чувствует себя одиноким, подросток, и он примыкает к субкультуре, где его принимают, понимают, и схожие интересы, что в этом плохого. Если субкультура несет нормальные, в нашем понимании, какие-то идеалы. Это спорт, к примеру, труд какой-то. Но тут есть опасность, что глава этой субкультуры может быть сам деструктивным. И мы не знаем, чего от него ждать. На сегодняшний день невозможно точно установить первопричину недавних столкновений. Однако углубиться в предмет подростковой психологии все же можно. Принадлежность к определенной культуре может нести в себе здоровый посыл, если ребенок не травмирован и не хочет бороться с реальностью. В противном случае происходит конфликт, и стенка на стенку идет отстаивание личных и общих границ путем бестолкового насилия. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус. Каждая девочка в детстве мечтала стать актрисой, а мальчик — космонавтом. Сергей Куцверчков добился своей цели и устроился на работу мечты. Герой России посетил шоурум высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального, где поделился секретами своей работы. Подробнее в своем сюжете расскажет моя коллега Азалия Кутлахметова. Для меня космос — это вещь совершенно заурядная. Я работаю в госкорпорации. Моя профессия, как любая другая профессия, это делает то, что тебе положено. На что ты учился? Я отучился на то, чтобы быть космонавтом и работать. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета прошла встреча российского космонавта-испытателя, героя России Сергея Куцверчкова, со студентами Казанского университета. Он выступил с лекцией «Путь к мечте и опыт космического полета». Космос — это не так далеко, как кажется. Это близко, и каждый может стать частью космической программы. Каждый может поучаствовать в ней в виде специалиста, в виде ученого, либо инженера. Кто-то может быть, станет космонавтом. Поэтому все то, что может казаться невозможным, вчера, завтра может стать уже реальностью. Лектор рассказал о нюансах подготовки к полету, а также о работе бортинженера космического корабля и Международной космической станции. Студенты вместе с преподавателями Казанского федерального университета подготовили вопросы о тонкостях работы космонавта, чтобы глубже погрузиться в тему. Очень понравилось. Было очень интересно услышать из первых уст о покорении космоса. Я считаю, что это очень важно. Лекция понравилась. Отметим, что первый полет Сергей Куцверчков совершил 14 октября 2020 года. Спустя месяц вышел в открытый космос. Вместе со своим товарищем они переключили антенну для обеспечения связи. В скафандрах «Транзит-Б». Подробные интервью с космонавтом можно будет увидеть в ближайшем выпуске программы «Смотрите, кто пришел». Также для всех желающих будет доступна запись лекции на YouTube-канале. Азалия Кутлахметова, Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы. Универньюз. В Казанском центре «Эрмитаж» открылась выставка, посвященная Александру Македонскому. Как и когда можно увидеть уникальную коллекцию экспонатов, в котором более двух тысяч лет, расскажет наш корреспондент. Царь Древней Македонии, великий полководец и ученик Аристотеля. Александра Македонского даже спустя более двух тысяч лет вспоминают и чтят как великого объединителя. В Казанском центре «Эрмитаж» открылась выставка с уникальными античными экспонатами, которые позволят посетителям узнать о личности Александра Македонского и его восточном походе, самым длинным в истории человечества. В основу выставки легло около 400 экспонатов. Среди них и предметы декоративно-прикладного искусства, и скульптуры, и живопись. Выставка рассчитана на посетителей любого возраста. 41 ящик артефактов был привезен сюда. 41 ящик артефактов. То есть это действительно очень большая еще и ответственность, ведь любая транспортировка такой коллекции, она для любого музейного пространства, для любого музейного центра, это не просто проект, это большая зона ответственности. Выставка «Александр Македонский. Путь на восток» создана совместно с государственным эрмитажем. Она составлена в атмосфере диалога культур. Экспозиция состоит из нескольких тематических разделов. Об атмосфере, в которой рос Александр Македонский, о восточном походе, а также о наследии царя Древней Македонии. Одной из особенностей выставки является наличие интерактивных станций. На одних можно что-то откопать, на других ощутить аромат этого времени. Есть, кстати, еще и тактильные экспонаты для незрячих людей. Ну а вот этот экспонат называется «Бочка диагена». Усевшись внутри, можно услышать историю об Александре Македонском и диагене. Выставку уже успел посетить Ментимер Шаймиев, первый президент республики. Он отметил, что эта экспозиция имеет огромное значение для жителей Татарстана. Еще при жизни Александр Македонский стал легендарной личностью, которая повлияла на историю человечества в целом. Возможность узнать о нем в стенах Казанского эрмитажа уникальна, ведь экспонаты долгое время хранились за закрытыми дверями собрания Государственного эрмитажа. Посетить выставку можно будет до 8 октября по предварительной записи. Экспозиция представлена в разных форматах – с аудиогидом, игровой программой для школьников или семей. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. Погодный фон меняется, но ненадолго. Однако уже видны последствия. Подробнее расскажет наш корреспондент Диана Агнест. Из-за ухудшения погоды стали неблагоприятные условия дорожного движения. Непогода стала причиной рокового случая на трассе М-11 в Нагородской области. Столкнулись более 40 автомобилей. Изменение погоды в последние дни связано с циркуляцией. Дело в том, что циклон в настоящее время своими фронтами накрыл территорию по Волжье. Как следствие, наблюдаются осадки. По действиям южных потоков фон температур повысился. И в настоящее время температура на 6 градусов превышает климатическую норму. Такое количество осадков жители не видели примерно со 2 января. Такая вот аномально теплая погода останется на нашей территории еще буквально на 2-3 дня. Далее нас ожидает температурный фон близкий к климатической норме. И первая декада марта прогнозируется близкой к климатической норме. А норма первой декады марта составляет около минус 6 градусов Цельсия. Наиболее точным прогнозом можно назвать кратросрочным, то есть до 3 суток. Оправдываемость таких прогнозов достигает 95%. Если говорить о долгосрочных прогнозах, 67%. Изменение погоды, особенно изменение в последние дни, связано с циркуляцией. Дело в том, что циклон, который определяет погоду нашего региона, в настоящее время своими фронтами накрыл территорию нашей республики. Как следствие, наблюдаются интенсивные осадки и южные потоки. Такая аномально теплая погода останется буквально на 2-3 дня. Далее нас ожидает температурный фон близкий к климатической норме, которая для первой декады марта составляет минус 6 градусов. Диана Агнест, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. 26 февраля на территории Астрономической обсерватории имени Энгельгарта Казанского федерального университета прошла традиционная ежегодная масленица. Для членов профсоюза КФУ и членов их семей было организовано торжество по всем правилам. Подвижные игры для детей и взрослых, праздничный концерт, кулинарный конкурс, чаепитие с блинами и не только. И, конечно, сжигание масленицы. Для гостей мероприятия был организован бесплатный трансфер. Мы, так как члены правкома, мы участвуем в организации этого праздника и с удовольствием каждый год приезжаем на этот праздник. Это очень объединяет, это весело, это дружно. Приезжает со всей семьей, приезжает кафедрами. И это не в стенах университета, это на природе, это совершенно другие ощущения. Это радость, дружба, отдых и просто праздник. На этом все. В студии была Арина Мухаммедшина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»